Спасибо за покой и порядок в Самарских дворах. Встреча с блогерами началась с благодарностей. Сейчас в рядах добровольной дружины Самарской области более 3,5 тысяч человек. В ночном патруле принимают участие 600 добровольцев. Первые итоги радуют. Во время ночных рейдов задержано 84 водителя, управляющие автомобилями в состоянии алкогольного опьянения. Блогеры признались, за действиями главного полицейского области следят пристально. И поинтересовались, на какие средства полиция планирует закупить мотоциклы иностранного производства. Почему Суладовников хочет, чтобы те, кто к мотоциклам БМВ, оплатились бюджеты Самарской области, а не за счет родного ведомства, если марка и конструкция транспортных средств закреплены на уровне стандартов Министерства внутренних дел? Ежегодно органы внутренних дел Самарской полиции собирают свыше миллиарда средств со штрафов. И почему бы нам по системе, по программе софинансирования, часть этих средств не используют, так это делается в любых регионах из практики, не используют для построения уотрезвителей. Они же тоже строятся на эти средства. Для постановки стационарной полиции, вот эти вот, которые сейчас мы предлагаем, и нашли поддержку у правительства, и в том числе и на приобретение техники. Создать большие пункты полиции в Крутых Ключах и Южном городе, выйти с законодательной инициативой, пожизненно лишать нетрезвых водителей прав, расширить электронную базу украденных велосипедов. Предложений у блогеров к полиции много. Сергей Солодовников пообещал их детально проработать и в дальнейшем оставаться на связи с Самарским интернет-сообществом. Лариса Шлафаст, Станислав Левин. События.